Стратегически важный объект Заринска – путепровод через железнодорожные пути. Этой дорогой пользуются школьники, рабочие, пенсионеры, но пока в основном дорожники. Переправу открывают для пешеходов на несколько часов в день, чтобы не срывать работу социальных объектов и предприятий в другой части города, а затем закрывают, чтобы скорее закончить глобальную реконструкцию. Ход работ проверил губернатор Виктор Томенко. И это только часть работ. Коммуникации, прежде сопряженные с мостом, выносят на отдельную эстакаду четыре нити теплотрассы и водопровода. Затем останется протянуть на переправу освещения. На проект направили 67 миллионов рублей. И, по словам губернатора, привлекли средства инфраструктурного кредита. Ремонт путепровода начался в ноябре 2022-го, а в ноябре 2023-го обновленный мост должны открыть. Тогда же должны сдать и путепровод на новом рынке в Барнауле. Осень – срок сдачи коммунального моста в Бийске. Так что к концу года жители крупных городов края забудут о пробках. За счет этого у нас этот год получился вообще годом мостовых переходов каких-то. И Барнаул – огромные объекты. И Бийский мост коммунальный. И здесь. В Заринске Виктор Томенко посетил и еще одну масштабную стройку – парк Прометей. Его площадь 5 гектаров, центральный объект – фонтан диаметром 17 метров, напоминающий коксующийся уголь. Он будет вечером как арт-объект цветиться, а днем это будет струйный фонтан, довольно-таки интересный. Также в парке предусмотрены детские спортивные площадки, сцена, зеленение, дорожки для различной активности. Кстати, парк построят благодаря победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов комфортной городской среды в малых городах. Завершить строительство должны в октябре этого года. Анастасия Дороган, День с толком.